Здравствуйте, родственники, породнились мы. Я хочу, братья и сестры, всем находящимся здесь сказать, большая, неотсенимая благодарность нашему Господу, что Бог нам дал таких отцов и матерей. Слава Господу, братья и сестры! У нас прекрасные родители, которые нам жизнь дали уже. И вот, на время, на время, расставаясь, сознавая, понимая эту обстановку, мы искорбим и благодарим Господи. Они нас на жизнь произвели родителей, дали нам жизнь. Они нас научили любить Господа, поклоняться ему в духе и истине. Это наши отцы и матери. Слава Господу! За это, знаю, великая награда, ожидаясь их на небесах. Но я хотел бы также сказать спасибо и благодарность нашим женам, которые живые еще с нами. Некоторые ушли, а некоторые с нами еще. Тоже труд большой совершили и совершали. Детей нам родили, поднимайте их. Правильно, братья, трижды, наверное, здесь подметили сегодня, я заметил. Хотя в узах были, и десятки лет, трудно. И головы некоторые там сложили, не вернулись к семьям. А жены от свиданок детей не рождают. На свиданки ездили. Все они росли. И надо было кормить, поднимать. И вот те все посмеяния нести, которые им доставалось, один Бог им давал силы. Слава Господу! И я хочу прочитать, как бы, для встречки Варвары, два места. Но это для тех, которые слышат, для живых. Есть написано у пророка Исаии такое место, это 60-я глава, 15-й стихи, 20-й. Не будет уже солнце служить тебе светом иным, и сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славит твоей. Не зайдет уже солнце твоем, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни святования твоего. Братья и сестры, в первом месте вели написано, такое место. Спешите и сходите, все народы крестные, соберитесь туда. Господи! Позвание такое. Господи, веди твоих героев! Да, это герои, действительно.